Диспетчерский пункт Одинцовской теплосети. В центр одного из ключевых коммунальных предприятий Подмосковья поступает информация о состоянии всех подведомственных объектов. А это ни много ни мало 96 котельных, 104 тепловых пункта, 8 энергорайонов и 7 территорий управления жилыми домами. В смену у нас здесь около 6 диспетчеров, причем в диспетчерской у нас еще есть в районах. У нас в штате, ну не в штате, а в лесу теплосети 9 аварийных бригад. Это те бригады, которые занимаются аварийными раскопками, аварийным устранением дефектов. Диспетчерская также отвечает за услуги холодного водоснабжения и водоотведения. На экран выводится изображение с камер и информация о состоянии объектов. Благодаря интерактивной карте коммунальных сетей операторы сразу видят, в каких домах будет перебой. На встрече обсудили стратегию улучшения деятельности службы, направленную на проактивную связь с жителями, когда диспетчеры будут информировать людей о статусе решения проблемы, вплоть до завершения работ. Также в рамках визита Андрей Иванов навестил нового сотрудника Одинцовской теплосети Дмитрия Хатиновича, которому лично помог с трудоустройством осенью текущего года. Ну как, тут обустроился? Ой, все хорошо, замечательно. Что делаешь? Как и договаривались, занимаемся с артитражным судом? Глава муниципалитета познакомился с Дмитрием на одной из встреч с семьями мобилизованных, на которой тот рассказал о трудностях с устройством на работу. Выпускник МГИМО, окончивший магистратуру по направлению юриспруденции, а теперь трудится юрист-консультом первой категории. Дмитрий занимается судебными разбирательствами в отношении должников по коммунальным платежам. Дмитрий Хатинович окончил институт пять лет назад, но в связи с проблемами со здоровьем все эти годы не мог найти работу. После трудоустройства молодой человек сразу влился в дружный коллектив организации и искренне благодарит за помощь. Побольше нам вообще таких людей в нашей стране, которые пришли на помощь другим людям, которые нуждаются в этой помощи, тем более такими людям, как я. Полина Толмачева, телекомпания Одинцова.